2012 год. В Светловском городском округе начали строительство отчистных сооружений. На работу было выделено по разной информации от 260 до 400 миллионов рублей. Работы продолжались до 2015 года, после чего перешли в стадию консервации, в которой находятся по сегодняшний день. Вырезки из статьи Нового Калининграда за 2015 год говорится. Отчистные сооружения в Светлом не только недостроены, но на уже сооруженных конструкциях образовались трещины. На 2015 год, концу которого власти Светлого обещали довести проект до ума, эксперты ОНФ считали, что готовность отчистных составляет не более 50%. Это на момент, когда они уже строились три года. Тогда один из экспертов высказал мнение, что трещины могут повлиять на работу отчистных в будущем и пообещал держать ситуацию на контроле. Как мы видим сегодня, не удалось. Итак, ситуация типичная. Выделяются круглые суммы на тот или иной проект. В данном случае на строительство систем, которые должны защищать окружающую среду. После получения средств исполнитель экономит на всем, чем возможно. Ну и как итог, кто-то купил себе яхту, машину премиум класса, отправил детей учиться за границу. Ну а мы с вами едим рыбу, откормленную на наших же отходах. В 2015 году главой администрации Светловского городского округа являлся Сергей Лютаревич, которого, кстати, обвинили в хищении средств, как раз по данному делу. Забавно, что СМИ не раз пестрили заголовками об уголовных делах, которые заводили против Лютаревича. Да, уголовка была не одна. А в итоге информации о прекращении дела по поводу Светловских очистных в прессе нет. Но мы найдем. Сейчас не об этом. Ситуацию Лютаревич объяснил следующим образом. Он принял решение внести изменения в проект, тем самым сэкономить на специальном блоке для биологической очистки. И вместо дорогостоящего и современного поставить что-то дешевое, но, как он говорит, более эффективное. Что в итоге было приобретено на сэкономленные средства, можно только догадываться. Сделал себе яхту, машину премиум-класса, отправил детей учиться за границу. Вот что я нашел в кармане, вот! Ваша зарплата за год! Как я их называю? Конфетти! Видите? Вот! Лети, конфетти! В общем, во все эти истории вериться очень тяжело, особенно учитывая, что администрация Светлого свои обещания так и не выполнила. А очистные сооружения не заработали. Из-за чего Светловский водоканал наносит огромный ущерб экологии. Я не и следственный комитет, и не могу давать оценки действиям Светловской администрации, Светловского водоканала и подрядчикам, которые строили эту декорацию. Поэтому я не утверждаю, что в этом деле присутствует коррупционная составляющая. По большому счету это не имеет значения, так как нам важен результат, которого нет. А следствие ошибки это или сговора простому народу без разницы. Один французский политик Антуан Жак-Клод Жозеф сказал, хуже чем преступление, это ошибка. В общем, вы поняли. Мы требуем соблюдать наши права. Как это будет сделано, не важно. И я напоминаю, что на данный момент дело находится в той стадии, когда мы можем взять контроль в свои руки. Но нужна массовость. Мы собираем инициативную группу, которая будет представлять интересы народа и защищать Светлый от произвола властей. Вступайте в нашу группу в ВК. Ссылка будет в описании к видео и переходите в чат под названием Светлый. В следующем выпуске мы обозначим конкретно, какие меры необходимо предпринять, чтобы довести очистные в Светлом до полной готовности. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!